Сидишь в изоляции дома месяцами, сериалы надоели, книги читать не хочется, просто залипаешь у монитора. А ведь можно читать фантазийные саги онлайн. Больше месяца в сети существует литературный проект лучших российских писателей-фантастов. И как вы думаете, чему он посвящен? Тому, каким будет мир после эпидемии. И будет ли вообще? Итак, читаем. Постэпидемия.рф Пандемия отступила. Город, как живое существо, вырвавшееся из схватки чудовище, выдохнул с облегчением. На улице хлынули люди. Ходили толпы, все толкались, но никто не обижался. Радостно было ощущать рядом другого человека. Это фрагмент рассказа Тараса Витковского «Небесный человек» про студентку Полину, будущего детского врача, которая пошла работать волонтером во время пандемии. И как видите, все закончилось хорошо. Мы все сидим на карантине. На тот момент, сколько мы уже две недели сидели на карантине, всем скучно, пойти некуда. И вообще коронавирус – беда. И надо как-то развлекаться, надо создавать какие-то медиапроекты для себя, для других. Все началось с литературного челленджа, который предложил Вадим Панов. Собрать и паперу быстро откликнулись. А на 20-й день челленджа стало очевидно, что проекту нужен собственный сайт, чтобы собрать все произведения воедино. 12 апреля, в День космонавтики, фантасты сказали – поехали. И как-то в воздухе витало, что все рассказы будут заканчиваться хорошо, в лучших традициях отечественной фантастики. В общем, народ немножко напуган. Есть определенная ситуация, в которую мы вообще никогда в жизни не попадали. И эта ситуация, мягко говоря, не видана вообще в истории нашего века. Да и в общем-то века 20-го тоже. Там испанка 18-го года – это все-таки 100 лет назад было, где интернета не было. А тут вот, извольте видеть, такое-то. Чего народ опять пугать? Проект не коммерческий, но к июню выйдет печатная версия. Тираж пойдет в библиотеки. Ну а цель проекта – показать читателям различные версии мира после пандемии COVID-19. Фантасты сходятся в одном – эпидемия цивилизацию не убьет, но приведет к серьезному перераспределению ресурсов. Все ведет к тому, что человечество, видимо, разделится на две совсем-совсем неравные части. И действительно будет, скажем, часть, которая пользуется максимальным количеством ресурсов, а есть будет часть, которая будет пользоваться остатками. Но по большому счету и сейчас примерно то же самое. Эпидемия, возможно, научит нас рациональному потреблению. Не покупать новый афон, когда работает старый, производить меньше мусора, да и вообще быть рациональными. А главное – не паниковать. Фантасты уверены, мы уже знаем точно, чего ждать от коронавируса. И у человечества намного больше инструментов против него, чем у вируса против нас.